Можно сказать, что человек сам контролирует, сколько он будет зарабатывать. Ну, примерно, да? С какой суммы он начинает и на что он может рассчитывать? Если он подходит к этому профессионально, он видит историю, историю, как работали его управляющие, соответственно, эту историю он может проецировать на будущее. Не привязываясь к каким-то цифрам, а просто ожидая того, что история повторится. В общем-то, как и в техническом анализе, когда мы говорим, что история повторяется, то же самое и при доверительном управлении, мы говорим, история повторяется, и вот такой результат управляющего повторится и в будущем. Вот для новичка это хороший способ использовать такие инструменты, как пам-счет, автоматическая торговля? Безусловно, это наиболее удобный способ, потому что новичок, у которого мало знаний, нет опыта, он не понимает, как это работает, ему приходится учиться. Учится чаще всего новичок на учебных счетах, на демонстрационных счетах, когда абсолютно нет никакого риска для реальных денег. Но деньги должны работать, как мы сказали в начале передачи. Соответственно, он может тогда свои деньги отдать в доверительное управление на пам-счет, как вариант. В пам-счете не очень хорошо просматривается, что делает управляющий. Он видит только результат, инвестор. Если он хочет видеть какие-то сделки, тогда он может задуматься об автоматической торговле, когда все происходит у него в терминале, у него перед глазами, у новичка. И даже в какой-то момент он сам может принимать торговые решения. Я бы сказал, что это следующий этап развития человека, выходящего на финансовый рынок. Однако и тот, и другой инструмент нужно продумывать и использовать. Нельзя говорить, что я только вот этим занимаюсь или только вот этим. Если вы хотите работать на финансовых рынках, если вы хотите работать с финансовыми рынками, то вам нужно понимать все инструменты, а для того, чтобы их понимать, их нужно попробовать. То есть нужно часть средств отдать в доверительное управление, часть средств вывести в автоматическую торговлю, ну и задуматься о том, чтобы самому постепенно подходить к торговле. А подходить к этому можно только через учебный счет, через какую-то подготовку, через постоянное отслеживание финансовых рынков, потому что они настолько огромны. И мы с вами постоянно говорим о том, что существует три рынка, на каждом рынке огромное количество инструментов. И в принципе один человек не может все инструменты отслеживать, но он выбирает наиболее интересные для себя, наиболее перспективные с его точки зрения инструменты, которые ему наиболее понятны. И вот, допустим, мы с вами сегодня упоминали нефть. Вот сказывается сезонный фактор на рынок нефти или не сказывается? Ну вот я сказал о том, что сказывается в первую очередь зимний фактор, что нефть – это такой отопительный товар, который мы сжигаем и за счет этого получаем тепло. Соответственно, спрос на нефть повышается в зимние месяцы. Поскольку наиболее развитые страны, в общем-то, у нас находятся в северной зоне земли, поэтому у нас зимой как раз увеличение цен на нефть. Это такой первый. Но оказывается, что, скажем, существует летний спрос на нефть. Поскольку основное биржевое движение, основные финансовые потоки идут через Соединенные Штаты, то мы и нефть смотрим, как торгуется в Соединенных Штатах. А в Соединенных Штатах, в американской экономике, есть такое понятие, как летний отдых. Летний отдых американцев связан с тем, что они не ездят на море, как это мы привыкли делать в летнее время, а они садятся на свои автомобили и едут по стране. То есть вот у них такой туризм, автотуризм. И, насколько вы знаете, американские автомобили – это большие автомобили, которые расходуют много бензина. Так вот, есть еще летний фактор спроса на нефть, на бензин в частности. И зависит он, это как фундаментальный анализ, зависит он от того, насколько хорошо экономика работала в течение года. Если был высокий уровень занятости, если люди работали, зарабатывали деньги, то с большой долей вероятности летом они поедут отдыхать, они поедут смотреть Америку. И значит спрос на нефть, на бензин будет высокий, и значит нефть и бензин будут расти в цене. И наоборот, в годы кризисов мы видим, что такой спрос резко падает, люди не едут отдыхать, они ищут работу, они продолжают работать летом. И, соответственно, не существует вот такого летнего спроса на нефть. Вот вам как вариант отслеживания одного отдельно взятого товара, и, в общем-то, сезонный фактор. Ну а чтобы узнать об этом, безусловно, нужно учиться, нужно попробовать работать на финансовых рынках, нужно выбрать интересный вам инструмент и узнать о нем как можно больше. Об этом мы стараемся рассказывать и в наших полных обучающих курсах, куда мы постоянно приглашаем наших телезрителей. Если вам интересно, то звоните по телефону офиса, записывайтесь, узнавайте о том, как работают финансовые рынки, и как вы можете на этом зарабатывать. В примере Евгения, очевидно, что зарабатывать на финансовых рынках можно, и достаточно хорошую сумму. Вот легко ли заниматься самой биржевой торговлей? Нет, конечно. Любое дело, которым занимается человек, если он занимается этим профессионально, требует определенных знаний и навыков. Почти любому делу можно научиться. Это относится и к биржевой торговле. Перед тем, как начать торговать, необходимо получить как минимум базовые знания о рынке и программном обеспечении. А дальше постоянная практика и дисциплина по отношению к собственным действиям. А наша задача – поддерживать человека на этом пути. Тут ему могут пригодиться вебинары наших аналитиков, обзоры рынков и мастер-классы, которые проходят в нашей компании. На эти и многие другие мероприятия мы приглашаем всех, кто хочет работать на финансовых рынках, записаться на них можно по телефону, который вы видите на своих экранах, или на сайте компании fibo.ru. А зачем вам и вашей компании заниматься этой деятельностью, делиться своими знаниями? Интересный вопрос, его часто задают. Компания Fibo Group – это классический биржевой посредник, который получает свое вознаграждение с каждой сделки клиента. Поэтому нам выгодно, когда клиенты много и долго торгуют с нашей компанией. Как это сделать? Обучить человека, передать ему максимум знаний и опыта. Ну и, конечно, создать комфортные условия в самой торговле. Поэтому мы постоянно проводим различные курсы, семинары, мастер-классы для поддержания наших клиентов. При этом хочу заметить, что многие мастер-классы мы проводим абсолютно бесплатно. Чтобы как-то ознакомить телезрителей с вашей компанией, все-таки сколько лет уже существует компания, в каких странах? Это же международная компания? Да. На сегодняшний день компания Fibo Group является международным финансовым холдингом. Компания существует с 1998 года и занимается оказанием различных услуг на финансовых рынках. В первую очередь это вывод клиентов на финансовые рынки. У компании существует много подразделений в различных странах. У компании есть подразделения, начиная от Австралии и заканчивая Европой. То есть вы везде можете найти и наш филиал, и наш офис. Вы можете позвонить, уточнить какие-то моменты. Но, безусловно, самая главная услуга для новичка, которую может получить новичок в нашей компании, это знание, это консультация. Потому что многие люди на постсоветском пространстве только открывают для себя финансовый рынок. Если мы посмотрим на Европу, на Соединенные Штаты, то там уже как минимум 200-250 лет истории активных торгов на финансовых рынках. То есть люди зарабатывают, работают. Такой яркий пример, допустим, если это официальная статистика, 10 долларов, которые были вложены в акции Соединенных Штатов в 1800 году, к сегодняшнему моменту превратились бы в 2 миллиона долларов. Представляете, какой прирост? Безусловно, это 4 поколения прошло. Но, тем не менее, это яркий показательный пример того, как можно зарабатывать, как можно инвестировать и заботиться о своих следующих поколениях, используя финансовые рынки. Мы стоим только на начальном этапе. На начальном этапе фондового рынка и возможности работы с финансовыми рынками. И поэтому мы должны узнавать о всех его возможностях. Именно для этого компания Fibagroup открыла офисы в Казахстане. Офис у нас есть и в Алмате, и в Астане, куда можно позвонить. Существует телефон бесплатного дозвона из любой точки Казахстана. Любой желающий со стационарного телефона может позвонить нам и проконсультироваться по каким-то финансовым рынкам, по интересующимся его вопросам. Может быть, узнать, где получить дополнительные знания. Все это можно найти у нас на сайте. Сайт вы видите сейчас на своих экранах. Интересуйтесь, узнавайте. Мы с радостью вам будем помогать. Еще мне хотелось бы добавить, что у нас практически в каждом городе Казахстана есть партнеры. Так что к ним тоже можно обратиться за консультацией. То есть не обязательно иметь... Не обязательно Астана или Алмата. Именно в этих городах находиться. И тем более, что именно иметь какое-то финансовое или экономическое образование. Так ведь? Безусловно, да. Вот образование не имеет какого-то важного фактора. То есть любой желающий работает на финансовых рынках. Более того, мы как-то с вами говорили, что основная масса успешных биржевых спекулянтов – это люди со средним образованием, но люди с широким кругозором. То есть люди, которые интересуются тем, что происходит в мире, что происходит вокруг него, и ищут возможности на этом заработать. Да, вот такие становятся успешными на финансовых рынках. А потом уже эти люди задумываются о том, чтобы получить какое-то высшее образование, пойти по специализации, финансовой специализации. Потому что серьезная профессиональная работа на финансовых рынках, конечно, потребует в последующем от вас понимания экономических процессов, финансовых процессов. Но это может прийти потом. Сейчас вы можете сделать финансовый рынок хорошим источником заработка. И вот как раз этим мы и занимаемся. Время подвести итоги. На сегодня мы говорили о возможностях, о сезонных возможностях, что все-таки деньги должны работать всегда. И при этом, конечно же, необходимо учитывать различные анализы финансового рынка. Это и фундаментальный, и технический. В завершении нашей передачи я по традиции хочу напомнить нашим телезрителям, что мы постоянно проводим различные акции для действующих трейдеров. Новички могут получить у нас различный набор знаний, инструментов и приемов для работы на финансовых рынках. Поэтому заходите к нам на сайт, звоните к нам в офис и получайте знания и возможность увеличивать собственные накопления. Благодарю вас за беседу, за то, что просвещаете меня и наших телезрителей в мир финансового рынка. В студии были Евгений Усанов, региональный директор компании «Фиба Групп», Евгений Слесарев, инвестиционный консультант «Фиба Групп» и я, Ирина Нестеренко. С вами был биржевой помощник. Учитесь зарабатывать вместе с нами. Записывайтесь на бесплатные семинары и тренинги в компанию «Фиба Групп». Учитесь управлять своими деньгами. Всего доброго и до новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»